Друзья, у нас случилась одна неприятность с котом. Собака прокусила ему глаз, пришлось его прооперировать срочно. Дело было к вечеру, как говорится, все уже закрыто кругом, но ветеринар сказал, что нужно сделать воротник ему, чтобы он не снимал швы, пока веки не срастутся на ампутированном глазе. И вот мы решили сделать самодельный воротник. О том, как это сделать, расскажем сейчас. Что у нас нашлось быстренько дома? Я взяла свою сантиметровую ленту. Вот такая тетрадка. Тетрадка не нужна, нужен такой разворот листа. Каким образом я нарисовала такой кружок? У круга диаметр 30 сантиметров, значит радиус 15. Отмеряем от края листа 15 сантиметров. Простите, немножко тороплюсь. Ставим точку и от нее уже так вот по кругу, у меня циркуля не оказалось дома, по кругу рисуем 15 сантиметровый радиусный круг. Здесь у нас получится как бы немножко отрезано, но нам это не суть важно. Получается вот такая картина. Да, лучше на темном фоне показать, чтобы наглядно было. После того, как мы вырезали, получилась вот такая вот выкройка у нас. Внутренний радиус внутренний радиус 5 сантиметров, то есть диаметр 10. Мы потом еще приложим съемку, если хотите. Линейку приложи, покажи, 10 сантиметров. То есть вот внутри диаметр 10 сантиметров. Значит, после того мы разрезали серединку, чтобы можно было уже смыкать края и примерять коту. Мы примерили где-то сантиметра полтора. У него по шее, по горлу идет и остальное будет на плюс. У нас нашлась дома вот такая папочка. Она довольно-таки плотная, полиэтиленовая. А4 форматик, обычная папка. Мы рассматривали бутылку, но бутылка показалась нам жестковатой, поэтому сейчас мы ее разрежем, сделаем точно такой же вот по этой выкройке пластиковый воротничок и покажем вам, что будет дальше. Как вариант можно было бы использовать степлер обычный, офисный, да, и на скрепке посадить этот воротничок. Но это уже такая получается несъемная конструкция. А вдруг надо так как-то дать коту отдохнуть немножко, снять там или что-то обслужить рано, например. Ну, в общем, ситуации разные бывают. Поэтому я решил отпороть от своей старой куртки вот такие вот пучки две, репейник, и мы их пришьем к краю. Вот мы степлером воспользуемся как раз для того, чтобы их присоединить к краю и будем на них застегивать. Тогда это будет съемный воротничок. Вот мы сейчас хотим показать, сделали замер, примерили коту, вот сделали рисочки. Они должны совпасть друг с другом вот таким вот образом. Да, то есть мы положим посерединке вот эту вот половинку и пристепим ее степлером так. И вторую половиночку, но она будет внутрь, потому что она должна будет нахлестываться, поэтому мы кладем ее вот таким образом. Располагаем как бы к центру этой окружности. Тоже посередине риски. Как лучом. Вот. Так, значит, пристепливаем теперь второй краешек. Вот. И вот этот краешек. Ой. Мужская работа, конечно. Все, теперь вот этот краешек будет накрывать один-второй и вот таким образом накрестываться. Все, наш воротничок готов. Осталось только аккуратненько подрезать то, что вот лишние какие-то части примерить по коту, и наш котик будет ходить в защищенном воротнике, в защитном воротнике. Вот котей наш, мурзон, пострадавший от собаки. И вот воротничок, который мы сейчас примерим. Не получается возьминочка, да? Я сейчас просто его так возьму. Все, вот он. Снятся. Может снятся. Может снятся? Да. Значит, испытания показали, что пары скрепок маловато оказалось, поэтому мы усилим еще середину, чтобы было надежно. Здесь скрепочку с этой стороны навстречу. И здесь. Все. Вот наш воротничок готов практически. Он одевается на кота, на голову и скрепляется вот этими репейниками, зацепками. Все. Теперь снять он его не снимет. Мы примерили по диаметру, пока он под наркозом у нас был. И при необходимости можно будет его снять. Если покажется чего-то там маловато или не то, всегда можно скрепки разжать, сделать там потуже или пошире наоборот. Сместить их немножко относительно друг друга. Запас у нас есть. Вот. Ну и все. И в таком положении он будет у нас гулять 7-8 дней, пока не повезем его к ветеринару снимать швы. Ну, такие дела. За 5-10 минут, в общем-то, можно сделать конус защитный послеоперационный. Пользуйтесь. Всем спасибо за просмотр. Пока. До новых встреч.